В современное время учитель перестал быть только лишь источником знаний. Его задача – развивать у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, обобщать, осмысливать полученные знания, проектировать пути их реализации. Как эти методы используют в Краснолучской общеобразовательной школе номер 29, узнавали участники семинара. Методический центр управления образованием администрации города Краснолуч сегодня проводит практический семинар учителей физики на базе Краснолучской общеобразовательной школы номер 29. Сегодня уделяется особое внимание научно-техническому направлению и подготовке кадров, которые бы смогли работать на наших предприятиях. 29-я школа – это школа, которая ежегодно принимает участие в научно-практических конференциях, которые проходят на базе высших учебных учреждений. Это Донбасский государственный технический университет, это Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. И выпускники, которые заканчивают 29-ю школу, становятся студентами этих учебных учреждений. И вот сегодня мы станем свидетелями замечательного урока с компьютерной поддержкой, а также научно-практической конференции, на которой учащиеся представят свои научные проекты. Авторами, вернее научным руководителем этих проектов является учитель Вадим Александрович Зуев. И мы пожелаем удачи всем сегодня на семинаре. Визитную карточку школы гостям предоставила директор учреждения Наталья Ахрименко и пожелала всем плодотворной работы и хороших впечатлений. Перед началом практической части немного теории. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Галина Алехина познакомила участников семинара с моделями обучения, применяемыми в школе. В частности, с интерактивными методами, которые позволяют сделать знания более доступными, творчески подходить к учебному процессу, развивать у учащихся навыки самостоятельной работы и учить их формулировать собственное мнение. Именно такой метод и был применен на открытом уроке физики. Тема сегодняшнего урока нашего – это тепловые явления, и конкретно он будет посвящен тепловым двигателям. Достаточно очень интересная тема, я думаю, и для учителей она будет интересна, и для ребят особенности, потому что касается двигателей внутреннего сгорания. С одной стороны, с методической точки зрения, мы будем использовать интерактивные методы, то есть попытаемся соединить классические методы преподавания с современными методами преподавания. То есть здесь будут задействованы компьютеры, достаточно серьезные программы будут задействованы, будут проводиться эксперименты, показаны на моделях двигателей, работы этих двигателей. От себя лично я могу сказать, что человек, живущий в 21 веке, я буду об этом говорить на уроке, должен соответствовать своему времени. Он должен иметь представление о аппаратах, которые окружают устройства, о законах, на основании которых созданы вот эти все аппараты, о людях, которые открыли эти законы. И тем более мы сегодня очень подробно будем говорить о людях, которые создают эти машины, а еще более конкретно о нашем тепловозостроительном заводе Луганском. Я хочу ребятам об этом рассказать, чтобы они по-новому открыли для себя родной край, людей, которые работают в нашем государстве. По мнению Вадима Александровича, тема данного урока – это один из самых интересных разделов физики. В течение 45 минут учащиеся 10 класса повторили изученный материал, закрепили понятия, активно отвечали на вопросы, решали исследовательскую задачу, наблюдали за физическими явлениями и учились делать выводы. Для этого им понадобились не только знания учебника, но и любознательность, наблюдательность, а главное – желание думать и анализировать процессы, происходящие в природе и технике. Продолжением семинара стала научная конференция «Планета знаний-2019» по теме «История создания тепловых двигателей». В нашей школе научная конференция проводится ежегодно в рамках Республиканской недели науки и техники, в рамках предметных недель кафедры естественно-математических дисциплин, а также недели науки в марте месяце. С 2018 года научные конференции, проводимые в школе, получили статус городской научной конференции, так как в ней принимали участие учащицы других школ. С 2013 года наша школа является экспериментальной площадкой Донбасского государственного технического университета города Алчевска. В 2018-2019 учебном году мы находимся на завершающем этапе работы по экспериментальной проблеме обеспечения преемственности общеобразовательной и высшей школы в условиях профильного обучения. Участники семинара заслушали доклады, подготовленные учащимися школой. Ребята рассказали о великих изобретателях, которые внесли значительный вклад в создание тепловых двигателей, раскрыли физические принципы действия этих двигателей и их различные виды, показали их применение на транспорте, в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, а также рассмотрели вопросы охраны окружающей среды. Завершилось мероприятие традиционным подведением итогов.